Всем привет, я Вика, и ты смотришь шоу Академии порядочных парней. Ну наконец-таки блогеры устали от зимней спячки и начали делать годный контент, а именно выпускать много крутых клипов с заедающими песенками, мотив которых надолго застревает у нас в голове и хочется напевать снова и снова. Поэтому пиши в комментарии, кого из блогеров ты больше всего любишь смотреть. Посмотри, может быть, именно твой любимчик окажется в нашей сегодняшней подборке. И мы начинаем. Ставь лайк, если любишь слушать музыку больше, чем ходить в школу. И давайте уже побьем рекорды под этим видео по количеству лайков. Посмотрим, что будет, если видео соберет 100 тысяч пальчиков вверх. Поехали! Из самых быстро растущих российских блогеров Алишер Моргенштерн решил позиционировать себя больше как музыкант и выпустил, внимание, аж целых три клипа за последние две недели. Вот это работоспособность. 6 февраля Алишер выпускает клип на песню Хермит, что переводится как Отшельник. Песня кардинально отличается от того, что Алишер выкладывал на свой канал ранее. Подписчики, от которых ничего не скроешь, углядели схожесть флоу и подачи со скриптонитом. А также назвали новую работу блогера изи рэпом на Гост Мэйна. Вот Алишер. А вот Гост Мэйн. Ну а следующий клип совершенно точно заценит любителей сочных попок и кальянчика. Я думаю, среди вас точно найдутся, если не вторые, то первые. Коллаборация Алишера с командой А и с тверкающими девчонками. А вообще Алишеру 17 февраля стукнула двадцатка, и музыкант в честь своего мини-юбилея выпустил новый мини-альбом Hate Me, а вместе с ним двойной клип на треке Дикий и Инсомния. Я не могу уснуть, я выбрал этот путь. Мэри Сэн постоянно радует подписчиков новыми музыкальными работами. В новом клипе B-Best блогерша проехалась по всем своим хейтерам, включая паблик из трех букв худеющего Игоря Синяка и бывшую подругу Марьяну Рожкову. Судя по тексту песен, девушка долго копила неприятные эмоции в сторону этих людей и решила таким образом изящно выговориться и поставить хейтеров на место. А Даня Кашин моментально, всего лишь через пять дней выпустил пародию. Кстати, пиши в комментарии, что лучше, по твоему мнению, оригинал или пародия. А в начале года Мэри Сэн выпустила более лиричный клип «Джинсовая курка», который посвящен всем девушкам, которые безответно любили или были обмануты и преданы. Кстати, напишите в комментарии, кто вы, экстраверт или интроверт? Хотя, по некоторым статистическим данным, в России больше всего интровертов. И это самый распространенный тип людей, которые не очень любят общаться и вообще избегают людей. Однако, если интроверта хотел потусить, то наверняка он будет делать это так, что «тушите свет». Здесь тусуется интроверт, о чем успела благошалиска. Ну а закончим наш топ душевной песней «Делориан» в исполнении Эльдара Жарахова. Если вы любите помечтать, да и просто смотреть красивые клипы, то эта видеоработа точно вам понравится. На этом все. Напиши в комментарии, чей клип блогера тебе понравился больше всего. И кто из перечисленных имеет под твоим мнением большое музыкальное будущее, которое не будет ограничиваться одним лишь ютубщиком. Ставь лайк под этим видео, если так же любишь музыку, как любим ее мы. Не забудь подписаться на наш канал и нажать колокольчик. А также ты нас можешь найти в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и в группе ВКонтакте. Спасибо за просмотр. С вами была Вика. Пока!